привет маленькие и не маленькие танкиста я играю вот blitz уже более пяти лет у меня прокачаны все ветки есть почти все премиумные коллекционные танки я не предлагаю вам для набора подписчиков золота танков пропусков и прочего все равно те кто вам ничего вам не дадут однако про игру в длиться я могу много интересного вам показать и рассказать подписывайтесь на мой канал учитесь побеждать ставь лайк и все начнется f217 бэджи для того чтобы вы ее лучше узнали я решил показать два видео одно какая она в world of tanks другое видео про то какая она в год blitz f217 бэджа world of tanks это пт сау 10 уровня можете посмотреть видео для world of tanks обзор этой самоходки есть машины которые влюбляют в себя с первого взгляда только увидел ее и уже хочешь себе такую они покупают своими формами мощью и просто длиной ствола все это не про него барсук неплох но не настолько чтобы понравится сразу что же это за зверь и как на нём играть сейчас и узнаем f217 баджер внешне машина похоже скорее на детище советских или китайских инженеров ничего не говорит о том что перед нами топ британской ветки ну почти ничего а между прочим под этим листом металла установлен самый что ни на есть британский v-образный 12 цилиндровый двигатель rolls-royce объемом 37 литров только вдумайтесь в эти цифры когда покупаешь машину за несколько миллионов ты еще с двигателем от самолета рассчитываешь если не летать что по крайней мере ездить быстро и с комфортом о комфорте еще поговорим а сейчас проверим насколько этот барсук быстрый разгонная динамика удивляет неприятно удивляет постойте 30 километров максимальная скорость в 30 километров в час серьезно и за этот гоночный болит они хотят 6 миллионов если заглянуть в тех паспорт все становится понятнее мощность двигателя 950 лошадок но ведь и масса машины 65 тонн удельная мощность получается немного лучше чем у фв 183 а максимальная скорость даже хуже тут бы самое время сказать что-то хорошее может он хотя бы кружится быстрее остальных как бы не так медленнее британца поворачивает только як пз на брусчатке барсука может и не закрутим но в траве или болоте можно просто расслабиться и получать удовольствие большая масса и плохая динамика непрозрачно намекают на толстую броню проверим так ли это на бортах есть небольшие экраны но в целом все пробивается довольно легко корма и вовсе картонная а что с олбом номинальная толщина влд не сказать что впечатляет но благодаря крутому наклону брони приведенка около трехсот пятидесяти миллиметров с нлд хуже двести сорок миллиметров будут пробивать почти все десятки но если спрятать нижний броня лист начинаешь понимать эту машину здесь нет никаких командирских башенок и лючков мехвода пробить этот улов без голды можно только если повезет а пробивать придется много по запасу прочности двести семнадцатый уступает только верзили и ягдпз но хватит о броне ведь самая главная пушка и чтобы нормальный человек захотел потратить нажитые непосильным трудом миллионы именно на эту машину ее пушка должна быть невероятной да что там она должна быть просто лучшей в игре сейчас мы это и проверим постойте альфа-400 это точно пт справедливости ради средний урон за выстрел четыреста восемьдесят единиц но ведь может вылететь и триста шестьдесят а что с бронепробитием да они издеваются пробитие базовым снарядом двести семьдесят два миллиметра хуже только у фоша б но у француза есть барабан а что есть тут все было бы слишком просто нибудь у британских инженеров ответа на этот вопрос дело в том что даже без барабана барсук стреляет каждые восемь секунд умножаем на среднюю альфу и получаем три с половиной тысячи урона в минуту это для машины в базовой комплектации если поставить оборудование прокачать экипаж и не экономить на пудинге с чаем перезарядка будет меньше семи секунд а дпм 4280 с улучшенным оборудованием этот истребитель танков выдает рекордные четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре единицы такого бордов тэнкс нет ни у кого но это не все взгляните на сведения посмотрите на разброс обратите внимание на углы наводки можно долго анализировать цифры но лучше один раз увидеть расстояние ему нипочем он отправляет снаряды именно туда куда и задумал наводчик горизонтальный сектор обстрела 30 градусов барсук может стрелять по разным целям не поворачивая корпус как следствие меньше риск засветиться а по маскировке в момент выстрела британец уступает только шведской невидимки да у этого орудия маленькая альфа да у него не лучшее пробитие но остальные характеристики настолько хороши что от первых двух быстро забываешь точности сведения позволяют выцеливать самые уязвимые места в броне противника скорострельность провоцирует идти в размен на любого врага ну а если пробития все же не хватает всегда можно переключиться на подкалиберы с такой скорострельностью это не сложно у любой машины есть свои особенности барсук в этом смысле не уникален и если уж идти в бой на этой пт стоит запомнить несколько простых советов ты медленный очень медленный и вряд ли сменишь фланг по ходу боя анализируй карту и составы команд заранее выбрал фланг выбери роль если у противника нет арты действуй наглее лезь на передовую танкуй если арта есть лишний раз не светись начни бой со стрельбы по чужому свету хорошая маскировка не повод сидеть в кустах до бесконечности каждом бою наступает момент когда нужно идти вперед кто если не ты и у тебя толстый лоб но крыша борта и кармане купешни так что прячен лд не подставляй катки танкуй лбом и только лбом барсук хорош но очень зависит от союзников ты можешь удерживать весь фланг но лишь один противник сзади и все поэтому следи за мини-картой постоянно главный козырь этой машины не маскировка не броня и даже не скорость и ее главный козырь это и если хочешь получать истинное удовольствие использую лучший дпм в игре по назначению а для этого нужно просто жить подольше и стрелять почаще все в умелых руках эта машина делает то для чего и была создана набивает просто сумасшедшие цифры заблокированного и нанесенного урона пожалуй играть на нем сможет не каждый но черт побери этот бешеный барсук стоит каждый потраченный на него монеты фв-217 бэджа это коллекционная птс а у 10 уровня стоит она дорого можно купить два неплохих танка восьмого уровня я конечно не буду покупать тем более сейчас с игрой напряг не работают чат и нет золота за рекламу и когда это все закончится непонятно можете посмотреть видео для вот blit купить фв-217 бэджа коллекционную птс а у это способ просто роскошно потратить деньги и без нее можно играть на 10 уровне встречайте фв-217 баджер это первая коллекционная птс а у 10 уровня настоящий бункер на гусеницах и живое воплощение самой надежности буквально барсук апокалипсиса увидите его в команде противника готовьтесь к тяжелому бою начнем с брони в этом плане баджер просто зверь по бронированию это одна из лучших птс а у world of tanks blitz и единственная коллекционная машина с такой защитой когда баджер прячет нижнюю лобовую деталь то не боится ничего броня словно адамантии раз за разом держит удары большинство танков в лоб его не пробивают и вовсе вне зависимости от типа снарядов в бортах 105 миллиметров брони плюс небольшой экран под прямым углом урон конечно проходить будет но если встать ромбом барсук становится неприступной крепостью которая к тому же может ехать максимальная скорость баджера 30 километров в час набирает он ее довольно быстро может быть это и мало но чем тише едешь тем дальше будешь добраться вовремя до нужной позиции пустить вход орудия для него не проблема пушка способна опускаться на целых 10 градусов вниз и подниматься аж на 20 поэтому баджеру особенно удобно воевать на холмистой местности отличное бронирование рубки в сочетании с отменными углами вертикальной наводки делают его настоящим царем горы в этом ему помогает высокий разовый урон в 460 единиц хорошее пробитие как базовым так и специальным снарядом а также точность и самое важное скорострельность она невероятно высока по урону в минуту бажер находится в тройке лучших птс ау игры 3030 единиц а с оборудованием и амуницией еще больше у фв 217 есть еще как минимум два достоинства первое он прощает ошибки если вы вдруг случайно вылезли под выстрел ничего страшного броня выдержит все до последнего выстрела второе он служит хорошим тренажером для отработки тактического мышления побудти на позицию вы сможете тщательно взвесить расстановку сил на поле боя и нанести удар там где противник ждет меньше всего баджер это универсальный солдат машина терминатор который хорошо чувствует себя как на холмах так и в городских кварталах его броней отлично продавливаются направления и возглавляются атаки а если такой стиль игры вам не по душе стрельба издали будет не менее результативным и приятным занятием fv 217 баджер грозный противник и отличный союзник испытай его лично как ты еще не подписался на канал жми эту кнопку и до встречи в следующем выпуске хотите каждую неделю получать награды за прохождение прогресса клана тогда вступайте в план и где это будет возможно выполните только одно условие вы должны активно играть и будете получать все награды надеюсь видео было вам полезным пока маленькие и немаленькие танкиста и и и и и и и